До самой теплой поры года осталось совсем немного, но летний туристический сезон уже можно считать открытым. К родшим разам под таким названием в живописном уголке августовского канала прошел фестиваль по скандинавской ходьбе. Его участниками стали более 300 человек, в том числе и представители Польши, Литвы и России. Мероприятие впервые замахнулось на международный уровень. И, надо сказать, успешно. Во многом благодаря тому, что проходит оно в нашем регионе. Гроденщина, как нельзя больше к этому благоприятствовать, потому что безвизовый режим. Все-таки иностранцы боятся этих виз и это очень долго получать. А здесь зарегистрировался, они приезжают, уже даже не звонят, не спрашивают. Они уже знают, как это делать. Отличительной особенностью фестиваля стал марафон в 42 километра. Пришепотные участники решились преодолеть самую длинную трассу за всю историю соревнований в Беларуси. Три, два, один, старт! В рамках фестиваля прошли и состязания на дистанциях в 5 и 10 километров. Многие приехали участвовать целыми семьями и просто большими командами, чтобы поддержать друг друга. Улыбки, дружественная атмосфера и спортивный азарт. К старту все готовились с хорошим настроением. Мы все вместе, мы потому что считаем, что спорт сможет объединить нас вместе. Спорт, знания, английский язык, все вместе. И это даст нам силы, чтобы мы заняли первое место. Шанс посоревноваться в этом виде спорта был абсолютно у всех желающих. Призовые места были предусмотрены для разных возрастных категорий с 7 до 80 лет. Одержать победу особенно хотели юные участники. Хочу занять первое место. Это тяжело, но я буду добиваться этого все равно. Спасибо нашему тренеру Михаилу Максимовичу, что он нас привез и научил. Чтобы принять участие в фестивале, достаточно было лишь желания. А всем необходимым, в том числе инвентарем и даже полезным питанием организаторы обеспечивали на месте. Данный вид спорта позволяет участвовать абсолютно всем. В этом виде спорта самое трудное – это подняться с дивана и выйти из дома. Все остальное мы палки даем, мы обучаем, мы кормим в пути. И по финишу, после финиша даем награду, главное – выйти из дома. Для тех, кто впервые решил попробовать себя в скандинавской ходьбе, организаторы провели небольшой полезный мастер-класс. Это тоже работа рук большая идет. Участникам объяснили правила соревнований и показали технику движений. Вот она ставится палочка. Вот. И она выталкивает вас. Вот она. Раз. Человек выступает в категории 60-69, если что. Возраст спорту не помеха. Именно с таким девизом всегда выходит на спортивную трассу 80-летняя Елена Александровна. Она пришла в скандинавскую ходьбу, чтобы поправить здоровье. После прибавился и спортивный азарт. На счету героини уже четыре призовых места. И это далеко не предел. С таким желанием еду, с таким удовольствием. И главное то, что наша команда такая хорошая, поддерживает во всем всегда. Я даже не чувствую, что мне 80. Можете представить? Объединив профессионалов и любителей скандинавской ходьбы, фестиваль «Кротшим разом» успешно состоялся уже во второй раз. А это значит, что он имеет все шансы стать для Грудничины традиционным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова